Здравствуйте, друзья! Вы на канале Fit4Life. Бег – один из самых популярных видов среди всех спортивных дисциплин. Чтобы бегать, вам не нужно какого-либо специального оборудования, всего лишь пара кроссовок и желания. Занимаясь бегом, можно получить массу преимуществ для здоровья и жизнедеятельности организма. Только при условии правильной техники бега, дыхания, умеренной частоты сердечных сокращений, можно извлечь пользу от тренировок. В противном случае, можно нанести не меньше вреда. Сегодня мы расскажем вам о девяти причинах, по которым стоит начать бегать прямо сейчас. Бегать можно в любое время дня. Так, по утрам, когда в крови повышенное количество гормонов, бег будет естественным средством для разрядки, что поможет организму вернуться к гармонии. Если бегать после трудового дня вечером, то этим вы снимете напряжение, ослабитесь, подзарядитесь энергией, подавите излишний аппетит и заснете прекрасным сном. Повышается кислородная емкость крови. Тренированное сердце за один цикл прогоняет гораздо больше объем крови, чем нетренированное. Увеличился кровоток, увеличился и кислородный обмен. Ко всем тканям и органам поступает больше крови, обогащенной кислородом, питательными веществами. Бег – отличное средство борьбы против нервного напряжения. Стресс и усталость накапливают в организме в течение дня продукты распада. Это и есть причина усталости. Чтобы избавиться от усталости, нужно как следует попотеть, и бег – отлично справиться с этой задачей. Во время продолжительной нагрузки в кровь выбрасывается особый гормон – эндорфин. Этот гормон еще называют гормон счастья, и не зря. Когда концентрация эндорфина в крови возрастает, человек испытывает легкое чувство эйфории, депрессия улетучивается. Повышается умственная активность. Во время пробежки часто, само собой, приходит решение какой-нибудь проблемы или задачи. Кровь во время активной тренировки обильно насыщается кислородом. Повышается обмен веществ. Вследствие этого более активно функционирует центральная нервная система, а значит и мозг. Систематические занятия бегом способствуют повышению иммунитета за счет увеличения в крови эритроцитов и гемоглобина. В процессе беговых нагрузок снижается холестерин в крови, уменьшается чувство голода, улучшается моторика кишечника. В совокупности с улучшением обмена веществ все это приводит к нормализации массы тела. Бег повышает возможности сердца и сосудов. Происходит тренировка непосредственно самой сердечной мышцы, а это значит, что сердце становится крепче и сильнее. Это неизбежно сказывается на его производительности. Исследования ученых показывают, что происходит частичная регенерация ткани печени, происходит положительное влияние на почки, во время бега с них снимается нагрузка, что приводит к их лучшему функционированию. Регулярные беговые нагрузки также оказывают положительное влияние на опорно-двигательный аппарат. Для людей пожилого возраста подобные тренировки особенно полезны. так как они препятствуют дегенеративным изменениям в суставах и мышечных тканях. Любая тренировка бега для развития выносливости, похудения или оздоровления не должна длиться больше часа. Это чревато излишней нагрузкой на сердце, что противоречит постановительным свойствам бега. В зависимости от целей, продолжительность тренировки подбирается индивидуально. Для похудения и укрепления организма достаточно 40-60 минут аэробной нагрузки. Для улучшения общего состояния, поддержания формы и здоровья людям любого возраста без противопоказаний можно заниматься 30-40 минут. Каждый день тренироваться не стоит. Чередуйте день бега с днем отдыха. Также можно тренироваться 4 раза в неделю, но 3 дня отдыха оставить для восстановления необходим обязательно. При беге, направленном на похудение, поддержание тонуса и формы нельзя забывать о технике безопасности даже при низкой скорости. Эта нагрузка не любит фанатизма, если целью тренировок является укрепление сердца и общее физическое развитие. Не бегайте часами, не превышайте скорость, не завышайте пульс до критической нормы. Такие условия только навредят. В результатах можно и не говорить, поскольку, получив переутомление, организм будет только ослабевать, запасать подкожный жир, так как будет находиться в постоянном стрессе. На этом все, друзья. Если это видео было вам интересно и полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...